Первое в новом году аппаратное совещание началось с поздравлений губернатора Сергея Морозова с прошедшими праздниками. Глава региона выразил благодарность всем причастным к проведению торжеств за то, что они прошли без происшествий и чрезвычайных ситуаций. И даже последний снегопад, который шел в отдельных муниципальных образованиях почти сутки, здесь вот, например, в городе Ульяновске более 12 часов, сегодня мы видим, он не принес каких-то катаклизмов в нашей деятельности. Наоборот, в большинстве своем нам удалось достаточно быстро привести основные магистрали, основные транспортные маршруты. Вот мы вчера с руководителем Новомолоклинского района поздно вечером обсуждали, потому что был там тревожный звонок по школьным маршрутам, содержатся в хорошем состоянии. Губернатор поставил на ближайшее время три основных задачи. Это вывоз коммунальных отходов и снега, очистка кровли зданий и слаженная работа коммунальных служб, администрации муниципалитетов и бизнеса. Но могут возникнуть и другие природные проблемы. Сейчас пугает еще более страшными морозами, которые должны прийти сюда, в район Среднего Поволжья. И нам нужно быть максимально готовыми к этим сложным погодным условиям. Новый год начался с реформы. Сергей Морозов объявил о распуске палаты справедливости и общественного контроля. Ее функции целиком перейдут администрацию губернатора. Реформирование также ждет общественная палата области. А в январе пройдет общеобластной культурный аудит. Его возглавит независимая рабочая группа под руководством директора Петербургского хора Оптина Пустыня Виктора Хапрова. Вопросов для исследования множество. Мы действительно хотим очень серьезно разобраться, что происходит у нас, что в каком состоянии находится в рамках реализации культурной политики в регионе. Это и вопросы, связанные с управленческой деятельностью, это и вопросы, связанные с кадровой политикой, это и вопросы, связанные с муниципальной политикой, и политикой в отношении не государственной муниципальной культуры. В начале февраля планируется провести форум, посвященный выполнению стратегии 2030. Сегодня стратегия развития страны будет выглядеть из шести основных разделов. Первое – это чисто экономическое развитие, где 90% всех мероприятий, всех предложений будет связано с развитием конкуренции на территории Российской Федерации. Второй блок – это внешняя политика, переводя на наш региональный язык, это наше взаимодействие, наша внешняя политика региональная, в том числе и мировая, в том числе и межрегиональная. Третий раздел – это чисто человеческий капитал, то есть все мероприятия направлены на развитие человеческого капитала. Четвертый раздел – это институты и общества. Специально приняты на работу в Центре стратегической разработки специалисты и эксперты, которые будут заниматься построением новых институтов и их взаимодействия с обществом. Пятый раздел – пространственное развитие, это тоже в том числе нашу региональную практику касается. Это все, что связано с развитием агломерации, развитие тех территорий, которые сегодня достаточно слабо развиты и так далее. И последний блок, из которого будет состоять наша стратегия – это технологии. Соответствующие стратегии развития на длительную перспективу должны быть разработаны по каждому направлению народного хозяйства и в каждом муниципальном образовании. Также на руководителя администрации муниципалитетов губернатора возложил полную ответственность за межрегиональное и международное направление работы. Этот вопрос находится в числе приоритетных. Уровень жизни в муниципалитетах продолжает оставаться под пристальным надзором региональной власти. В новом году в Ульянске сумели повысить денежные средства, заложенные на социальное питание в детских садах и школах. Мы достаточно серьезно давали все вопросы, связанные с организацией социального питания, как в детских садах, так и в школах. Поэтому мы рассмотрели все варианты цикличного меню, рассмотрели цены на продукты питания, поэтому цены, которые действительно позволяют обеспечить качественное питание для детей. Это 72 рубля по школам и 138 рублей по детским садам. Димитровград же наоборот. Эта сумма снизилась до 68 рублей в школах. Получается, что дети и подростки будут недоедать во время учебы. Губернатор распорядился незамедлительно разобраться сложившейся ситуации. А как вы будете кормить детей без хлеба и без других? Вы из дома будете приносить это все? Кто вам разрешил принимать такие документы? Кто разрешил вам принимать? Денег нет? Я вам сказал сократить городскую думу. У нас ни в одном районе нет. На освобожденной основе руководителей муниципалитетов. Почему Кашаев работает? Почему за это деньги получает, если денег нет? Что это вообще такое за отношения? Форум, посвященный развитию области, не единственное представительное событие, ждущее в этом году. В Ульяновске пройдет Генеральная ассамблея электронных правительств страны. Специально под это событие Корпорация по развитию информационных технологий переформатирована в Госкорпорацию правительства для граждан. Во главе ее останется Светлана Пенышева. Всего же регион в этом году планирует посетить делегации из 130 государств мира. Глава области поставил задачу активно заниматься развитием туризма и гостеприимства. В заключение аппаратного совещания Сергей Морозов подвел итоги проводимой административной реформы. За прошлый год удалось сократить численность персоналов подведомственных организаций на 420 человек. Работа на этом не закончится. У нас будет, пройдет объединение научно-исследовательских институтов в один крупный центр. Это, естественно, тоже приведет к оптимизации и к сокращению затрат и перебрасыванию этих средств на практическую деятельность, а не на содержание излишнего аппарата. Назвал губернатор несколько вопросов, которые теперь будут рассматриваться в течение года на каждой аппаратке. Кроме подготовки Генеральной Ассамблеи электронных правительств, в их число вошли проводимый Всероссийский год экологии и Региональный год предпринимательства. Егор Цитов, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды.